Различие между ожиданием от Аллаха Благого и обольщением Теперь разница между ожиданием от Аллаха Хорошего и обольщением стала очевидной, как и то, что ожидание от Аллаха Хорошего правильно тогда, когда оно побуждает действовать и ведет человека к совершению благих дел. Если же оно побуждает к бездействию и способствует погрязанию в грехах, то это уже обольщение. Ожидание от Аллаха Хорошего — это надежда. А надежда правильно, если она побуждает своего обладателя к покорности Аллаху и удерживает его от ослушания его. Тот же, у кого бездеятельность — надежда, а надежда — бездеятельность и нерадивость — обольщенный. Представим, что у некоего человека есть земля, которая может дать урожай и тем самым принести ему пользу, но он оставляет ее пустовать и ничего не сеет на ней, не вспахивает ее, и при этом ожидает хорошего. То есть того, что получит урожай, подобный урожаю того, кто вспахивает землю, сеет, поливает и ухаживает за посевами. Люди, разумеется, сочтут его глупцом. То же самое можно сказать о человеке, ожидающем благого и преисполненном надежды на то, что у него появится ребенок без полового сношения, или он станет самым знающим представителем своей эпохи, не приобретая знания и ничего не делая для этого. Можно привести и другие подобные примеры. То же самое можно сказать о человеке, ожидающем благого и преисполненном надежды на то, что ему достанутся высочайшие степени и вечное блаженство без покорности Всевышнему Аллаху и приближение к Нему посредством исполнения Его велений и соблюдения Его запретов. А Аллах тот, кто дарует успех. А ведь Всевышний Аллах сказал, поистине те, которые уверовали, совершили переселение к пророку, мир ему и благословение Аллаха, в Медину и сражались на пути Аллаха, надеются обрести милость Аллаха. Сура корова, аят 218. Задумайся о том, как Всевышний Аллах показал, что надежда их выражалась в проявлениях покорности ему. А обольщенные сказали, поистине, нерадивые, не соблюдающие права Аллаха, не исполняющие Его веления, покушающиеся на рабов Его, дерзко нарушающие установленные им запреты, вот они-то надеются на милость Аллаха. Суть вопроса в том, что надежда и ожидания от Аллаха хорошего должны сопровождаться использованием причин, которые Всевышний Аллах по мудрости своей заложил в свой шариат, предопределение, награду и почет. Раб Аллаха должен сначала использовать эти причины, а потом уже ожидать от Господа своего хорошего и надеется, что он не предоставит его душе его и сделает эти причины путем к тому, что принесет ему пользу, отведет от него противоположное ей и избавит его от вредного воздействия этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова